Радио 54 Не, главное попасть. Тут можно очень высоко прыгнуть, прыгнуть до этого тренажёра, промахнуться или разбежаться, прыгнуть после. Здесь очень важно сконцентрироваться и... Это больно? Просто задеть или с силой всё-таки? С силой, конечно. Символично или... Нет, 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 нет. Он срабатывает только на сильный удар. То есть если ты чуть касаешься, он может вообще не отогнуться или отогнуться на один балл, а должен отогнуться на три балла. То есть ещё и всё-таки интенсивность он как-то меряет. Три баллы это перелом руки? Ноги, ноги, ногой бьют. Перелом ноги. Больно это вообще? Ну, мы учимся бить правильной областью ноги, правильной областью руки. То есть это технически изучается. Мы не сразу начинаем бить по доскам, бить по... Так, а с чего начинается? Какое-то слово надо кричать, когда бьёшь. Да? Каково вы вспоминаете? Начинается с того, что тебя мама за руку приводит в секцию. Вот с чего Настя начинается. А нет, кстати, мама не привела в секцию. Папа привёл. Нет, не папа привёл. Вообще просто гуляли с подружками, увидели красивую картинку. Нет, здесь... Это девочковый путь. Я увидела красивую картинку. А что это за картинка была? Аплодисменты. Там были люди в кимоно с цветами? Нет, розовое что-то там было 100%. Люди на плакате летели. Прям вот реально была картинка. Они там били удар в прыжке, в полёте. Нам очень понравилось. Мы думаем, сейчас придём, будем летать, будет классно. Это как из фильма «Хонгельдон. Парень со свирелью». Такой был фильм. Они летали всё время там. Ну всё, пришли на тренировку. Но на самом деле мне не понравилось первый раз. Мы постоянно отжимались. А вы сразу попали к Василию или нет? Когда же мы начнём летать? Да, да, да. Отжимать. Конечно, мы добиваемся мастерства путём совершенствования. И надо, чтобы добиться совершенствования, повторить там 10 тысяч раз определённый удар. Ну, Татьяна у нас всё-таки мастер спорта по тэквондо. И занимается очень давно. И она уже владеет в совершенстве много техникой. Но в данном дисциплине по сореваниям она исполняла Апчебуси и... Долю. О, Долю Чаги, прошу прощения. И, соответственно, принесла общая команда эта работа, понимаете? Вот про команду. Это все же работали. Это работали тренеры Новосибирской области, тренеры национальной сборной. Это работала команда, которая готовилась члены сборной. И это командная победа в общей всей целой России. Про команду. Татьяна, скажите, есть ли женская дружба, особенно в спорте, особенно в тэквондо? В этом году у нас собралась очень сильная команда, очень сплоченная команда. Вы просто коллеги или вы прям друзья? Мы уже прям друзья, потому что столько лет мы выступаем вместе. В основном сборная меняется, но редко взрослые практически одни и те же остаются. Часто встречаетесь на соревнованиях, на сборах, да? На соревнованиях много времени проводим. На сборах, до чемпионата мира были сборы. Естественно, нас это очень сильно сплочает. И в этом году мы с девочками очень хотели этой победы, очень готовились, переживали. И на самом деле мои подруги по команде были очень сильные. А кто из конкурентов был сильный? Вообще сильный отрыв у вас с теми, кто занял второе место? Нет, в этом году была очень большая конкуренция. Очень хорошо подготовились другие страны. Какие? Какие самые страшные? Мы вышли на финал, так скажем, на перебивку еще нескольких ударов. Кто набрал одинаковое количество баллов? Это были очень сильные сборные Румынии, сборные Польши, сборные Новой Зеландии и пятые. И пятые. И пятого у меня день рождения. Василий, вы как тренер, скажите, эти страны всегда были на коне? Василий, эти страны всегда были на коне в Тэквондо? Или как-то они вдруг почему-то так подготовились? Ну, они... Нас очень сильно... Татьяна правильно говорит. Нету слабых стран, так скажем. Очень сильная, мощная конкуренция на чемпионате мира и Европы проходит. То есть Россия часто выигрывает в чемпионате мира? Мы прошлый год, чемпионат Европы... Прошлый чемпионат, не прошлый год. Прошлый чемпионат Европы мы заняли впервые в истории, первое место вообще командное зачетное. Это была очень сильная подготовка. И спасибо всем тренерам, которые подготовили своих спортсменов для такой единой цели. А вот сейчас, да, то есть как бы у нас не у всех всего достаточно получилось. И мы уже готовимся к новым этапам. Но на чемпионате мира и Европы очень высокая конкуренция. И сборная Румынии, она вообще по спецтехнике одна из лидирующих. Одна из лидирующих сборных, которая забирает вообще все золото по специальности. Так им там чем еще заниматься? В 21-м году в Финляндии будет следующий чемпионат мира. Татьяна, вы поедете? Хотелось бы. Такая реакция. Хотелось бы, конечно. Твой дом. Твоя область. Новосибирск. 106,2 FM.